После посещения станции Юрий Трутнев провел ряд рабочих совещаний. О том, что обсуждали, расскажет Александра Охлопкова. На совещании по ситуации с лесными пожарами и руководствами республики было поднято три главных вопроса. Это увеличение субвенций на исполнение переданных полномочий в области лесных отношений, создание филиала авиалесоохраны и приобретение специализированной лесопожарной техники. По итогам совещания Юрий Трутнев дал ряд указаний. Нужно и очень серьезно подниматься космическим мониторингом. У нас сегодня космос видит предметы, скажем так, уже в сантиметрах выражающиеся. Почему-то Рослисхоз дает данные мониторинга, начиная с площади возгорания 25 гектар. Абсолютно недопустимо. Когда огонь распространялся на 25 гектар, он уже горит там не один день, и тушить его уже невозможно, его можно только границами локализовывать, его надо ловить сразу. Достаточное количество нарушителей поймано, им будут предъявлены соответствующие иски, они будут наказаны. Мы вчера говорили о том, что надо это публичить, люди должны знать по вине, кого именно вокруг них выгорели леса. Обсудили стороны и вопросы реализации федерального закона о предоставлении гражданам земельных участков на Дальнем Востоке. Более 99 тысяч заявок поступило на получение Дальневосточного гектара. От общего количества 18% которых заявители из Якутии. Глава республики Егор Борисов отметил, что реализация федерального закона и местного о якутском гектаре поможет решить несколько проблем. Чтобы этот закон полноценно работал в интересах людей, которые получают гектары на территории Якутии, конечно, мы должны все условия создать. Ориентируемся на то, чтобы люди будут заниматься, прежде всего, малым и средним бизнесом. И, соответственно, определенная политика, которую мы ведем по поддержке малого и среднего бизнеса, она доходила до людей, которые будут осваивать территорию, которую они получают в размере одного гектара. В рамках рабочей поездки также состоялось совещание по вопросам развития ТОР и инвестпроектов. Юрий Трутнев поручил обратить внимание на своевременное финансирование проектов. Также попросил не создавать препятствий для будущих президентов ТОР и инвестпроектов. Помимо этого, было отмечено, что Якутия ведет работу по внедрению новых форм развития Дальнего Востока достаточно активно.